Всем привет! Меня зовут Даша, и это моя мама Светлана. Привет, мама! Привет, Даша! Мы с мамой приехали в парк на прогулку и решили записать для вас разговорное видео. Моя мама будет отвечать на вопросы, и, наверное, мы поговорим про Новосибирск. Новосибирск Плюсы и минусы жизни в Новосибирске. Во-первых, кто не знает, Новосибирск — это столица Сибири. И в Новосибирске сколько сейчас миллионов человек? Миллион семьсот. Это третий по численности населения город России. Скажи, пожалуйста, в каком году, в каком возрасте ты переехала в Новосибирск и откуда? В Новосибирск я приехала из Казахстана. Посёлок Шантибе называется. Мне только исполнилось 17 лет, и я поехала в Новосибирск. Решила поступать в институт, в котором училась моя подруга. Ты живёшь в Новосибирске уже 40 лет? Почти 44 года. Как изменился город за эти годы? Ну, город разросся. Сейчас здесь очень много новых жилых массивов построены. Строительство в городе идёт очень большими темпами. Город превратился в культурную столицу Сибири. Здесь очень много театров. Многие знают наш Академгородок. Расскажи, пожалуйста, чем он знаменит? Почему его знают во всём мире? Академгородок был построен, боюсь ошибиться, в 57-м или в 59-м году в прошлом веке. Это для того, чтобы из Москвы и Петербурга вывести основные университеты для развития научного производства и деятельности. Например, институт полупроводников, ядерной физики, химии, катализа, потом институты по селекции... по селекции чего? Цитологии генетики. И сюда приехали многие научные умы. Это лучшие умы из России. Сюда приехали строительством Академгородка, начал заниматься Академик Лаврентьев. Ну и сейчас Академгородок разросся. Это уже тоже как бы отдельный город рядом, город-спутник рядом с Новосибирском. Да. Но, к сожалению, за последние, наверное, 30 лет очень большое количество учёных уехало из России, потому что не было возможностей развития. Есть такая фраза «утечка мозгов». Это когда эксперты покидают страну в поисках лучших условий труда, лучшей жизни. Если у вас нет собственного бизнеса, если вы не делаете патенты, то, скорее всего, вы будете зарабатывать мало. Давай теперь поговорим о плюсах и минусах Новосибирска. Приехав из Петербурга, я заметила, что в Новосибирске очень много грязи, пыли и плохих дорог. Всегда ли так было? Нет, так было не всегда, потому что, учась в институте, несмотря на то, что рядом с нашим институтом строили станцию метро студенческая, такой грязи и разбитых дорог не наблюдалось. Это в последние лет 5-7, наверное, наш город пришёл в какое-то запустение. На твой взгляд, Новосибирск дорогой город? Новосибирск очень дорогой город. Как ты думаешь, почему? Ну, видимо, всё ещё зависит от того, что раньше Новосибирск это была столица военно-промышленная. Люди работали на этих военных заводах, у них были зарплаты достаточно высокие. И на тот момент, как бы, соотношение цены и заработной платы было… Приятным. Приятным. Не таким заметным. А сейчас выросли и коммунальные услуги, и цены на товары в магазинах, на рынках. Ну, то есть ощутимо возросла цена. Да, стоимость жизни. Стоимость жизни, да. Да. Хорошо. Мы сейчас пойдём в сторону дерева, на котором сидит белка. Если она ещё не спрыгнула. Да. Один классный плюс – у нас есть своё море. Точнее, это Обское водохранилище. Это не настоящее море. Мы называем его Обским морем, потому что оно очень большое. И летом мы туда ездили плавать, купаться. Также сейчас люди там занимаются яхтингом. И зимой, например, катаются на кайтах. Что ты можешь сказать о культурной жизни Новосибирска? Ну, в Новосибирске очень яркая культурная жизнь. Здесь очень много театров. Самый большой театр за Уралом у нас оперный театр. Да, там была раньше самая большая сцена в России. Не знаю, как сейчас. Так как у меня есть внучка, которой семь лет. Здесь очень много секций. Здесь очень много разных культурных развлекательных центров. Вот именно для развития детей, творчества и для спорта. Я придумала еще один минус. Мало где можно погулять. У нас красивая длинная набережная. В центре города самая длинная прямая улица в мире. Несколько небольших парков, но по сравнению с Петербургом мест для прогулок очень-очень мало. И вот сейчас покажу. Как вы видите, например, мы приехали в парк. Дорожки здесь нечищенные, поэтому гулять проблематично. Нужно обходить все время лужи. Один из плюсов Новосибирска – очень солнечный город. Да, кстати. Здесь очень много солнца и зимой, и летом. Зимой у нас вообще очень красиво, потому что выходишь на улицу, светит солнце, ветреных дней мало, и снег блестит на солнце. Очень красиво. Недалеко от Новосибирска у нас есть горнолыжные небольшие трассы, куда люди ездят кататься. Да, можно кататься. Ну и в парках вот таких, в которых сейчас трудно пройти, зимой катаются на лыжах, заливают катки. Недалеко от моего дома есть вообще очень большой хороший каток, где дети и взрослые катаются. Да. Новосибирск понравится тем, кто любит спорт, кто любит кататься на горных и беговых лыжах, потому что у нас здесь много трасс, кто любит кататься на коньках. Вот прямо сейчас за нами женщина едет на лыжах, на беговых лыжах. Несмотря на то, что уже лужи. Да. И мы еще не сказали про институты. Да, у нас очень много институтов. Допустим, институт, в котором я училась, Новосибирский электротехнический институт, его переименовали в университет. Институт медицинский знаменитый у нас, институт инженеров железнодорожного транспорта, торговый институт. Архитектурный. Архитектурный. Педагогический. Институт связи. Да. Очень много. Финансовые. Да. Техникумов, колледжей много. И очень много студий для детей, желающих изучать английский, французский и сейчас еще китайский языки. То есть достаточно большой выбор школ по изучению иностранных языков для детей. Да. Мы говорили про погоду и перескочили. Да. Если вы думаете, что в Сибири всегда холодно, вы ошибаетесь. Вот сейчас, сегодня плюс 6 градусов и солнечно. Зимой в основном до минус 25-30. Сейчас редко так бывает. Это зима. В ноябре только было очень холодно до минус 36, а потом выпал снег и как-то стало 10-15 градусов. Ну, такая погода. Ниже ноля. Ниже ноля, да. Да. Когда я была маленькая, я помню дни, когда было минус 42, и мы не ходили в школу, оставались дома. Но, в принципе, минус 30, минус 25. Вот это та температура, которую я помню из своего детства, из зимнего времени. А летом это самое интересное. Летом здесь бывает очень жарко. Поэтому, кстати, я отсюда уехала. Поэтому климат и называется резкоконтинентальный. Летом здесь бывает до плюс 42, да? Да, бывают такие. Но года два или три назад 35-36 градусов у нас был целый месяц. У нас плавился асфальт, и невозможно было дышать. Потому что в городе очень много машин. Еще один из минусов, что у нас постоянные пробки в городе. Да. То есть, допустим, если живешь... Город разделяет река на два берега. Левый и правый берег. И если хочешь ехать с одного берега на другой берег, допустим, по работе или просто по делам, то лучше не пересекать мосты на машине или автобусе, а воспользоваться метро. Потому что это будет и быстрее, и комфортнее. Да, про метро можно добавить, что здесь самый длинный метромост в мире. Мост через реку Опь. И метро в Новосибирске не такое глубокое, как в Санкт-Петербурге. Длинный метро, быстрое. Станций немного, но от одного берега до другого можно доехать за 10-12 минут. И очень чистое метро у нас. Да, метро очень чистое и очень безопасное. Да, у нас супер безопасно в метро. По вечерам гулять тоже, в принципе, достаточно безопасно. Да, вот такие плюсы мы нашли. Есть ещё что добавить? Приезжайте в гости в Сибирь. Да, приезжайте. Конечно, гостеприимство. Люди могут показаться немного хмурыми и суровыми, но они вас пригласят в гости, накормят, поставят ночевать и покажут вам, как лепить пельмени. Всего доброго. Приезжайте в Новосибирск, в Сибирь в гости. Мы всегда рады гостям. Да, спасибо. Пока. Пока.